Сегодня праздник у ребят, день рождения детского телевидения. Именно 18 января, 54 года назад, на Центральном телевидении СССР появилась главная редакция программ для детей. Впервые юные таланты стали сниматься в передачах. Они играли самих себя в школе, во дворе, в загородном лагере. Одним из наиболее успешных проектов стал юмористический журнал «Яралаш». Это короткие зарисовки о жизни школьников. Новые выпуски и киножурналы снимаются до сих пор. В Петербурге уже год работает студия, где из обычных детей растят настоящих актеров. Порядки, зачем ты на киналом кинул? Киналом кинул. Давай еще раз. Что нужно, чтобы актером стать, это съемки нужны, деньги, тренировки. Нельзя же просто так из тренировки выйти, а ты слов не знаешь. Слушай, надо серьезно работать. Нельзя же там лежать на полу, когда это нельзя. Так же нельзя. Все эти ошибки. Вы полоткнулись. Вы полоткнулись. Да-да-да. О, пришел седу, посмотрите, носки белые у него. Костюм черный, носки белые. Ну кто так одевает? Кошмар. Когда снимали кино, мне понравилось, что я смотрю. У меня было время записать столько примеров на «Жене с десяткой». Ну я был не форумом. Главной роли только, правда, слов не было. В таких порванных джинсах, жилетки с такими. Волосы были у меня разноцветные. То красные, то зеленые. Ну, потом в школе. Они смывались, но все равно оставалось. Телефон. Как испечь блины? Телефон. Я влюбилась, что мне делать? Это обычная история, которая у детей происходит каждый день. И сейчас я могу сказать, что очень много историй с гаджетами, потому что это 21 век, век современных технологий. Это планшеты, телефоны. Уже нет, к сожалению, в ней еще дворовых игр, игр с мячом, спорта какого-то. Но все-таки это сегодняшний день. Есть некая домашняя загадовочка, которую нам показывают дети на кастинге. И далее уже ставим задачи каждому конкретному ребенку на артистизм, на скрепощенность, на какие-то, да, такие моменты, которые нам все-таки помогут принять решение, подходит ли ребенка для проекта или нет. А дела? Какие отзывы? У меня тройка. И у меня. У всего класса. А вот и нет. У меня двойка. Дрожники обычно устраиваются начальниками. Дрожники – дрожниками. Ну, и отличники. Отличники – офисный план, кто там? Когда они занимаются актерским мастерством, они в первую очередь начинают видеть людей, которые смотрят на них. И это становится самым большим камнем прескновения. Потому что привыкнуть к этому ощущению, когда он тебя смотрит, достаточно сложно. Ну, всем будет сложно. Это, в принципе, все через это проходят и борются с этим зажимом и страшным. Вот. У детей есть небольшая особенность. Когда они начинают играть во что угодно, они делаются целиком. Потому что у них в голове сидит одна важная вещь – игра – это удовольствие. И когда до ребенка доходит, что актерское мастерство – это тоже игра, они начинают делать невероятные вещи. Редактор субтитров А.Семкин